Гоу, 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 начали! Let's go! Дамы и господа, мы продолжаем наш тренинг по специальному мануальному массажу. Я уже столько наговорился, что видите, осип, охрип даже, прошу меня простить. У нас в массаж головы, в смысле спины, входит от ягодиц до головы, весь участок тела, да? И поэтому сейчас мы закончили с плечо-лопаточной, зоной шеи и головой, да? Это можно как самостоятельную зону массажа использовать, да, получается отсюда до сюда, от их до сих, так и как бы включая в массаж тело, но поскольку мы спины, поскольку мы это сейчас делали, тело остыло, и нам нужно вернуться, чтобы человек не отпускать охлажденную, да, вернуться, завершить там программу. Либо перейти дальше, то есть мы подготавливали к манипуляциям мануальным, к трастовым техникам, да, и либо перейти дальше к вот этим вот жестким методам. Соответственно, у нас сейчас и декомпрессия, вот мы закончили, да, гнали кровь вниз. То есть, если при массаже спины мы гнали лимфу, межклеточную жидкость, кровь, все вверх, да, то теперь мы, чтобы и давление понизить в том числе, да, теперь мы все гоним вниз, от центра к периферии и от головы к плечам. Вот мы закончили на растяжении, шею вытянули, пальцы по ловому сторону вытянули, спиральками, вот все, спиралидными такими движениями, указательных пальцев опустили, все вниз. Из двух пальцев сделали ролик, прокачали его здесь и обходом пациента, продавливая вниз позвоночник. То есть, если до этого мы, там вспомните, вот сажать спину вот так вот, раскачивали позвоночник, да, то теперь мы уходим и продавливаем его вниз, может с утяжелением. Это вот мы поставили шпалы, то есть ставим шпалы. Шпалы, 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 шпалы. Теперь рельсы, вот туда рельсы нарисовали, и по ним поехал поезд из Варшавы. Ну, поезд из Варшавы идет, а идет запоздалый, да, запоздалый. Я вам там забыл еще такой момент сказать, что когда мы растираем спину, в сети 2, ну, сейчас я скажу про него, в сети номер 3, при разминании шеи, мы забыли растереть еще вдоль. То есть мы растираем вдоль и поднимаем опять трапецию, только уже локтями. Вот, это у нас взлетала ракета С-500. Хорошая ракета. Да. Прямо локтем вот эту мышцу, видите, мы поднимаем вверх. А теперь, когда мы нарисовали шпалы, рельсы, мы завершаем. Вот тут вот шахта находится, да, в которых ставлены ракеты. Ракета улетела, теперь к ней едет вагонетка по рельсе. Вот тут развилка на КСЦ, спустили с крестца, по утяжелению. Вагонетка едет, едет, едет с инструментом, спустила туда инструменты и назад пошла пустой. Через стрелки перешла на другой путь, с этой стороны мы едем, то есть между, естественно, отростками и парой, забрали мышцы, вот сюда надо попасть. Груженая, тяжелая, едет, 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 едет. Оставил инструменты, назад пошла пустой. Теперь по этим рельсам едет, везут ракету. Вот туда она тяжелая, с утяжелением. Видите, вторую руку утяжеление делаю. Поставили ракету и обратно пошла пустой. С этой стороны с утяжелением. Поставили ракету и обратно пошла пустой. Далее локти развернули и растираем параллельно. То есть, если на этом мы делали по одной стороне, теперь все вместе. Чтобы не попадать на систое отростки, мы стараемся не косточкой, а разворачиваем руку вот так. Чуть-чуть мякоть сюда. Растираем, прям даже до шеи, можно вот раскручивать всю целиком. Таким образом мы стираем наши рельсы, вот этот вот, чтобы следов не было к тайным шахтам первого, ракетным. Все стерли и дополнительно декомпрессировали. Вот вперед я тяну, надеюсь, упираюсь в крестец. Вот растянул, декомпрессировал, размяли, да? Теперь по диагонали. Сюда упираемся опять в ось лопатки, вот на самой верхней части, да? А тут в ось поддошной кости. Растянули. Это немассируемо, видите? Я не скажу. Я уперся и вот это вот тяну, растягиваю. Теперь сверху то же самое. Наш корпус висит над точкой преломить сил по центру. Теперь взяли за косточку, либо бедренную, либо тазовую. На себя скручиваем, а здесь за ребра приподнимаем вверх. Это не мануальный прием, это именно растяжка такая. В одну сторону, в другую сторону. Согреваем лапы леопарда шестеренками. Быстро все тело. Продолжаем заметать следы, вспахиваем поле. Вспахали его. Можно так вот приподнять. И теперь от шеи опять шестеренками спускаемся вниз. Захватываем трапецию. А в трапеции хорошо, когда мы ее можем медленно взять и вот так вот растянуть. Это вот как метод релизинга. Это я показываю, да? Но мы делаем это с двух сторон сразу одновременно. Растягиваем, растягиваем. И лапой леопарда снимаем шкуру как будто бы. Вот один проход, второй проход и тридцать с боков. Вот, вспахали поле. Теперь шахты засыпали землевой. землевый, чтобы они были вообще не заметны, чтобы враг потенциально не нашел с хлопками. То есть драгиваем, да, и с таким хлопком. И теперь по полю пошел граф. Стучим в основном по реберно-поперечным сочленениям, по трапециевидным мышцам, по акромиальному отростку. Пропускаем место, где почки. Тут по костям можно постучать и по крестцу, и по ягодицам. Таким образом нам смысл растясти дополнительный позвоночник, а именно фасеточные суставы, вот эти боковые. Далее прохлопали, с протяжкой вниз, видите, все хлопаем и вниз, вниз все уходит. Можно вот такой вакуумный хлопок сделать, ладошка складывается, да, так, чтобы только нигде не было щелей. Звук, соответственно, сразу меняется. Ладошка вот такую сделали, мышцы. То есть прилипли, да, и протянули мышцу. Прилипли, протянули ее. И по полю, ну, можно там добавить пальчиковый дождик, он пошел дождик, закрасил наши поляну. И легкими движениями, такими еле-еле успокаивающими, заколосилась трава, настало полное спокойствие. Травка покачивается, и мы заканчиваем наш сеанс. Как правило, предлагается еще несколько минуток поезжать, чтобы человек пришел в себя, кровь стихомирилась. Либо переходим к другим процедурам, например, энергетическим или баночным, да, или к хиджаме, или к мануальным терапиям, да, или продолжаем ноги делать. Ну, как бы вот эту часть мы завершили. Ну, в следующем видеоролике мы будем проходить специальный массаж ног. А сейчас я с вами не прощаюсь, потому что мы увидимся с вами на тренинге. С вами был Олег Алабудвин. До новых встреч, дорогие друзья!